Привет! Я не буду рассказывать вам о предыстории фильма, о режиссёре, о самом Оппенгеймере. Если вы всего этого не знаете, то, скорее всего, последний год вы провели в заточении, отключённый от всех видов коммуникаций. И вам, наверное, не до фильма Оппенгеймер. Но даже в этом случае вы, скорее всего, что-то слышали. Это, конечно, большое классное кино о больших, умных, одарённых, рефлексирующих людях. Там нет стрельбы, беготни, драк, погонь, всего того, без чего, по мнению многих, нет кино. Но при этом там есть напряжение, и оно немалое. И добиваются его за счёт монтажа, музыки и, конечно, блестящей актёрской игры. И, в общем, очень простых и довольно действенных художественных приёмов. Художественный приём, он же как пуля. Может быть очень действенным, а может просто быть. Если вы с расстояния 5 километров стреляете во врага из пистолета ПМ, например, то враг даже не узнает о вашем приёме. А если вы тоже действие производите с расстояния 10 сантиметров, то результат будет, скорее всего, оглушительным. Даже, наверное, точно оглушительным. Рассказывать о сложном фильме непросто. Это такой, знаете, фильм-нюанс. Их там миллион этих нюансов. Поведенческие нюансы, ситуационные нюансы, сюжетные. В общем, как сама жизнь. Множество уточнений, деталей, которые можно заметить, можно и не заметить. Всё зависит от вашего воспринимающего аппарата. Помните, да, красота в глазах смотрящего. Вряд ли вы заметите всё, потому что всё, наверное, вообще никто не заметит. Но суть уловит каждый. Это фильм про людей, про людей сложных, про людей корыстных. У каждого, правда, своя корысть. Кому-то не терпится познать новое, кому-то искупаться в лучах славы, кому-то важно всегда быть правым. В принципе, бескорыстия, наверное, не существует. Просто вот существует корысть, которая нам нравится, которая нам близка, одобряемая нами корысть. И есть корысть, которая нам не нравится. То есть мы одобряем, когда люди помогают друг другу, но не задумываемся, почему они это делают. Скорее всего, потому что им в этот момент хорошо. Поэтому мы любим разного рода благотворителей и не любим политиков. Вторая тема, которая меня увлекла при просмотре, это тема крупных проектов. Как они делаются, какие сложные люди участвуют в создании, как это вообще сложно брать на себя ответственность, искать компромиссы, принимать решения, как сложно очищать зерна от плевел, как очищать идею от эмоциональной шелухи. Находить в этой эмоциональной шелухе эти самые идеи не так-то просто. Очень сложно проводить свою мысль среди умных, амбициозных, эмоциональных людей. Как высока цена ошибки, какой сложный выбор ты делаешь, принимая на себя ответственность за то, в каком направлении двинешь свой проект. Это сродни производству такого большого фильма, как, собственно, сам Оппенгеймер. Третья тема, это пресловутая ответственность художника. Художник в переносном смысле, конечно, автора. Автора, создателя, даже, не знаю, созидателя. Ты даешь миру нечто, что может его уничтожить. Даешь осознанно, спасаешь при этом десятки тысяч жизней, но отбирая другие десятки тысяч жизней. Это вопросы вечные, на них нет такого правильного какого-то ответа. Это вопросы для постоянного рассуждения, для поиска ответа, который вы все равно никогда не найдете. Просто в один момент ответ будет один, а потом будет другой, а потом опять первый, и так и будете ходить по кругу, размышляя, рефлексируя, познавая себя и таким образом улучшая себя. Конечно, автор не может отвечать за то, как его детище применяют люди. Люди, зачастую не отягощенные моральными принципами. Но и не размышлять, и не думать об этом, и не рефлексировать по этому поводу автору тоже невозможно. Еще одна интересная тема – это существование в социуме, в нашем таком банальном, наполненном простыми людьми-социуме, с простыми, честными, исполнительными вояками, хитрыми, равнодушными до чужих горести политиками, карьеристами, властолюбцами, разными очень сложными людьми. Как жить в этом порядочному человеку? Легко сказать «оставайся самим собой». Но как оставаться самим собой? Что это значит? Это значит, что постоянно ты вынужден будешь бороться со всеми, быть в постоянном столкновении с миром, который требует от тебя ежедневных уступок, жертв, отступления от твоих моральных принципов на принципы попроще. Это не так-то просто оставаться самим собой. Конечно, тем в фильме много, и опытный, внимательный, и умный зритель увидит их гораздо больше, чем я. Рассуждать о нем можно, наверное, бесконечно, и размышлять о нем можно бесконечно. Но кто это будет смотреть в бесконечное видео? Никто. Фильм широк и питателен для размышлений, как губка, которую можно выжимать, выжимать, и все равно из нее что-то будет течь. Посмотрите этот фильм обязательно. Конечно, лучше это сделать в тихом месте, на большом экране. Ниже я попкорн. Желательно, чтобы рядом никто не хрустел какими-нибудь чипсами, не отрыгивал газировкой. И это сегодня непросто найти такое место. Собственно, все, наверное. Подписывайтесь. И все такое. Пока.